привет всем кто зашел к нам на канал у меня сегодня начинается новый пошив и шить я буду джинсовый коврик плюс синель я сейчас быстренько расскажу что я уже приготовила и ну и так немножко информации по пошиву вот такая вот у меня основа будет для коврика изнанка внутренние слои и синтепон так соточку меня хотелось бы немножко потолще ну какой есть так значит самая нижняя изнаночная часть такой материал такая ткань она такая плотная не знаю как он называется но чем-то похож на наш оксфорд есть на и что вот он у нас большинстве оксфорд прорезиненный наверное бывает и не прорезиненные я не в курсе ну вот такая вот такая плотная ткань кто приезжал бывал в турции может обращали внимание на балконах висят шторы вот такие полосатые разных цветов это вот именно эта ткань которая вот в турции покупают чтобы ну как защита от солнца нам необходимо было на свои нужды покупали кусок ткани остался вот я решила его пустить на этот коврик так дальше на эту часть у меня будет синтепон положен следующий слой такой вот не знаю что это ну какой-то ситчик это у меня из магнатексовых лоскутиков у меня тут нашлось несколько полосок я их шила и флизелин вот эту ткань я укреплю флизелином чтобы она была менее подвижная чтобы как бы при пришивании по возможности минимизировать как бы какие-то сдвиги тем более на синтепоне когда шьешь естественно что синтепон он такой очень пластичный и текучий так это что касается основы значит это я проглажу утюгом потом соберу сэндвич изнанка синтепон вот это и несколькими строчками вдоль и поперек это все закреплю сейчас я покажу из чего я буду нашивать естественно это будет джинса и фланель вот это вот стопочка у меня это все что осталось у меня от предыдущих пошивов вот такая вот фланель разных оттенков я так на вскидку глянула должно мне здесь хватить ну если не будет хватать добавлю каких-то других тканюшек но думаю хватит и вот такая вот такие вот кусочки это все джинсы которые распорола в свое время значит так кроме кроме вот этих это у меня тут ничего ничего не распорона еще значит такое серое так а темно-темно серая почти черная местами эти тут такая посветлей потертости вот хорошее качество джинса вот это вот пойдет у меня теперь вот это кусочки у меня остались от старых старых предыдущих пошивов вот этот кусочек черного тоже остался предыдущего пошива им то ли неправильно нарезала то ли не нужен был эти тоже не знаю почему остались не помню просто так тут вот еще кусочки кусочки это кусочки возможно тоже куда-то маленькие треугольнички не тут разные может куда-то еще пойдут и два полотна здесь еще можно сказать штанина 1 так дальше два вида серых джинсов они по цвету похожи но немножко отличаются по качестве по качеству это немножко как память помягче такой по бархатистей этот пожестче который у меня хуже всего размахрился но использовать надо куда-то кусочки все равно буду использовать так здесь вот это верхняя часть от парю карманы ну и так далее так вот от этого у меня тут даже тоже поставались тоже то ли я лишние нарезала не помню давно шила вот эти кусочки у меня тут я нарезала но нарезала неправильно рисунок у меня вдоль и нарезала по долевой нужно было как бы пока по косой тоже пойдут единственно что изменю рисунок ну это что касается вот по этим кусочкам не будет хватать вот этого значит вот у меня еще есть вот такие вот какие-то капри кто-то мне отдавал цвет мне не очень нравится даже такая подозреваю что не очень будет махриться но это так на всякий случай я их отложила мне там есть еще и синие джинсы может придется добавлять не знаю но надеюсь что вот этого хватит и вот такие вот белые белые я точно наверное буду добавлять чтобы немножечко разбавить серый черный вот это вот чтобы не совсем уж было бы такое сильно темное что касается рисунка абсолютно даже не рисовала в общем-то немножко представляю что я буду делать но не сталось этот раз заморачиваться с рисунком возможно вот эти кусочки я использую вот эти вот а потом от них уже буду как бы в стороны что как душа ляжет и так это все по ходу буду показывать и рассказывать если будет такая необходимость как у меня будет ложиться рисунок скорее всего может быть какая-то будет абстракция вот так мне хочется этот раз хочется немножко поэкспериментировать кому интересно опять же смотрите что у меня получится у меня большой эксперимент тоже интересно что у меня из этого выйти и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 я ее этой своей щеткой почешу раздеру в общем то весь коврик не нужно ворс приподнять распушить семей а затем уже я отправлю в стирку после стирки естественно сушка еще расчесывание будет выдирание это вытри вытрашивание весь всего вот этого вот то что будет вылетать из коврика и после выравнивания всех сторон останется окантовать его и коврик будет готов но результат уже после стирки что у меня будет получаться я покажу вам в следующем видео спасибо всем кто досмотрел до конца что до терпел всем пока пока